всем огромный привет друзья вы видите что я уже в кофточке хожу по дому раннее утро на часах 7 30 по глазам видно есть одна проблемка друзья дубак все в доме 18 градусов и с каждым днем температура все падает больше и больше это конечно я встречаю с улыбкой такие новости но по факту это уже очень плохо это уже холодно мы переехали мы уже не вернемся в город мы твердо решили что мы будем зимовать уже первый год в этом доме вот такие испытания интересные планируются у нас в этом году друзья ну конечно уют пока еще такой сомнительный из подручных средств изобрели кухню себе и так далее полотенца сушим ничего не слушаться в доме из-за большой влажности короче весело нам дети вон уроки делают на бильярдном столе суть какая сегодня я буду собирать котельную сегодня я ее об 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 вижу об вижу посоветуйте что мне пока сделать покупать электрокотел мне отговаривают говорят что если ты поставишь дубликатом электрокотел ты его выбросишь буквально там через несколько лет потому что он сгниет покупать дорогущий электрокотел нет никакого смысла так как он нужен всего лишь там два раза в жизни когда мне делают ремонтом обслуживание моего котла или второй вариант когда вдруг произошла какая-то авария ненадолго но аварии чаще всего происходит со светом и электрокотел мне тоже не поможет тогда уж нужно генератор мощный ставить там 6 киловатт ник и так далее это уже другие бюджеты и другие другие вопросы что мне сейчас сделать или купить какую-нибудь воздухогрейку пока чтобы она просто где-то тут шаяла и давала нам пока какое-нибудь тепло я не знаю я сейчас думаю как один из вариантов электрокотел конечно был бы оптимал я бы сейчас на 2 киловатта включил бы пока на слабенькую самую мощь и он бы у меня теплые полы хотя бы грел они хоть сохли бы наверное но хотя по бюджету это не слабо вылезло бы в конце месяца ладно сейчас обязываю котельную смотрите буду все рассказывать показывать скорее всего вам прям в деталях все объясню еще один момент друзья я обвязывать ее начал еще когда было тепло так что у меня есть кадры в шортах есть кадры кофте и потихонечку с моментом обвязки вы будете видеть как у меня все это росло но сегодня я буду делать заключительную часть это скручивать все от коллектора до котла хотя вы увидите все вы увидите все полностью поехали я знаю что вам как мне не терпится повешать уже этот коллектор и посмотреть как он будет смотреться и мы конечно же сейчас это сделаем устанавливаем коллектор таким образом чтобы у нас справа находились подачи все подачи можно конечно и насосные группы потом развернуть но я считаю что оптимальный коллектор так следующий момент друзья мы устанавливаем с вами насосные группы они бывают двух типов она бывает прямая и со смешением прямая насосная группа нужно для того чтобы питать наши радиаторы насосная группа со смешением она нужна для того чтобы питать наши теплые полы именно то о чем вы часто мне говорили в комментариях когда я устанавливал коллекторы на теплый пол вы говорили где же у тебя узел подмеса почему его нет друзья вон вот он и он будет сразу подмешивать на все этажи на все этажи теплого пола так знаю что будете спрашивать про фирму это висман красавчик это классно пока не нужно вот это прямая насосная группа видите у нее нет трехходового клапана мы весов есть такая интересная штука они запоминтовали специальное крепление которое очень легко скидывает гайки и очень легко их надевает вот кстати у висманов нет такого у них немножко попроще все но мне нравится это это фирма если быть честным всем осталось только сейчас одеть накинуть гайку и затянуть первая группа у меня будет на радиатор она будет у меня прямая но я думаю это все знают на всякий случай скажу чтобы закрыть кран нужно просто повернуть термометр еще раз друзья хочу сделать акцент на то что этот распределительный коллектор я приобрел в городе бийске по очень дешевой цене и его мне не предоставляла компания 100 градусов это важно учесть потому что ребята сказали дэн тебе не нужен такой огромный коллектор если бы я покупал его сейчас 100 градусов то конечно это было бы всего лишь половина коллектора потому что я две насосные группы бы навешал так третью подвешил бы под низ и сюда вы повешал гидрострел мне больше ничего не надо в принципе у меня большая котельная я свободно могу расположить у себя все это оборудование поэтому не волнуюсь нормально сейчас повешу гидрострел очку еще сбоку и все остальное заглушу и будет вот таким образом у меня работать распределительная система по этажам и по зданием баня то все-таки в пристрой так вешаем гидрострелку гидрострелка мне тоже досталось не от 100 градусов это гидрострелка который можно целый комбинат питать просто мне вышло за копейки я купил тысяч за 7 или за что-то там такое прям на самом деле и цена там в районе 30 так братцы советую вам налить кофе и посмотреть всего лишь одну секундочку хорошей сладкой рекламы от моей пасеки мы снова были на пасеке мы взяли метка у нас его просто теперь много все склады им забиты я вам как-нибудь покажу видос сколько у нас на складе сейчас этого замечательного продукта поэтому переходите по ссылке жарковский-рф ссылка кстати есть еще и в описании что вам было удобно кликать ну а я продолжаю строить сейчас будем подключать все насосные группы в линию но основная моя задача рассказать вам все-таки про оборудование к оборудованию мы подойдем чуть-чуть попозже здесь я расскажу полностью обо всех моментах но сразу даже сейчас мы увидели элементы здесь уже можно указать что вот эту штуку мне вытащили на заказ потому что я купил гидрострелку для завода видимо какую-то огромную сейчас смотрите как мы все это паяем акцентирую внимание вот на эти полоски очень удобно на чешской трубе есть отметка соединяем их все в ровную линию и получается идеальный шов без каких-либо залужений сечения кстати вот такая штукенция называется сантехническая паста для герметизации резьбы по моему мнению является самым оптимальным вариантом для того чтобы в дальнейшем если вдруг вы захотите разобрать резьбу вы сделаете совершенно без проблем а вот эти которые на века зеленые и синие анаэробные я не пользуюсь ну потому что смысл если можно такой пастой решить весь вопрос одного тюбика мне уже хватило ну собственно все что я скрутил по дому и еще он тяжеленный здесь 1070 граммов хватит на весь дом сейчас я ставлю американки на насосные группы для того чтобы можно было в случае чего всю систему легко разобрать друзья я понимаю что в чем-то я сейчас делаю дилетантский подход ну я вам честно скажу я вообще не сантехник я человек который строит свой дом вот поэтому ругать меня да нет ругайте я вообще не против мне главное чтобы ничего не потекло еще одну насосную группу я пока соберу но подключать не буду и и некуда вести она пойдет на баню вани у нас пока нет мы конечно в ближайшее время будем об этом думать но к сожалению денег потрачено столько что о банях думать нет смысла никакого для удобства монтажа можно пока термометр и выдернуть так подставляешь я вам придергиваю кальцову с какой стороны он не выдернется и тебе нужно будет отдохнуть от этого только не сильно так все поехали спаиваемся я должен эту корябу убрать куда-то так 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 я вам скажу так диспетчеризация это важная система управления нашей будущей системы отопления поэтому я подхожу к этому вопросу очень серьезно диспетчеризация это это моя эта короночка это друзья это будет просто бомба блин слова бомба в газовой котельной наверное употреблять часто не стоит да как-то звучит это не очень следующим этапом меня будет трасса от гидрострелки до котла сейчас первым делом подключу американки уложу ленту и начнут устраивать устанавливать эту всю систему потом опущусь от котла полипропиленом и спаяю собственную систему после чего друзья мне нужно быстренько съездить купить керамогранит на пол уложить его потому что вот эта бочка она должна уже встать на свое место и место у нее будет на 15 сантиметров выше чем она сейчас есть почему объясню сразу нижний кран он должен быть хотя бы ну чтобы туда можно было что-то подставить если необходимо будет эту бочку обесточить убрать с нее всю воду на такой высоте будет тяжеловато сделать да и который раз хочу поблагодарить ребят из компании 100 градусов которые сделали мне настолько удобный и четко легко и банально читаемый проект в котором даже дилетант легко разберется здесь все указано все понятно как что паять куда что приделывать так я собрал систему простенько пока без всех фитингов для того чтобы было понятно то есть американка после американки идет кран без американки далее через бочку устанавливается грязевик дальше ставится дешломатор магнитный видус бисмановский уловитель и потом идет переход на полипропилен мы собрали шлама уловитель и сепаратор пузырьков воздуха волшебно нужно собрать систему которая будет подключаться к котлу опять же вывести полипропилен и уже спаять саму полипропиленовую ленту как вы видите ничего сложного в котельной вообще нет если подойти к ней с душой самое интересное будет сборка диспетчеризации вот я этого момента жду и мне это интересно что она будет вай фай она будет такая на прикольная мне кажется это будет интересно ну чё продолжаем теперь котел обвязывать сразу скажу что для под обвязки котла нам понадобится кран футерка переход на пп и бочка или по-другому муфта кстати кто говорит это не италия киталия киталия да друзья нет я решил заморочиться им в основном все беру фирменное в данном случае то есть отопление по мне так это та штука на которой не стоит экономить именно здесь работает правильно фраза краил его идет попадал его это мне сказали ребята из 100 градусов я с ними полностью согласен и поддерживаю вообще эту мысль то есть где-то можно кроить где-то прям не надо но печально если вы приедете в свой дом у вас все перемерзло или там залила или или еще чего хуже вариантов много поэтому когда вы ставите киталию а у меня есть яркий пример по этому вопросу я один коллектор на этаже поставил прям ноунеймовский китай за 5000 рублей и рядом поставил 20 по 23 что такие нормальные коллекторы и прям видно качество крутяшек качество фитингов жизнь конечно покажет то есть не быстрее потечет но я буду держать вас курсе конечном итоге должно получиться что-то вот такое теперь это идет под впайку в полипропилен с этой стороны американочка к котлу главное посмотреть чтобы ничего внутри не оставалось никаких ошметков от лена от льна не дай бог он в котел попадет то будет плохо в прошлом видосе мне очень многие сказали что я баснословно много болтаю поэтому в этот раз вы видите я стараюсь говорить мало по делу и лаконично при всей сложности этой конструкции ну казалось бы да что она прям сложно на самом деле она крайне простая управляется может быть одной кнопкой из котла идет подача 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 воздухоотводчик кран все дюймовая потом я сделал заказал такую футорку потому что мне она в комплекте не шла с гидрострелкой дальше идет гидрострелка распределительный коллектор и он уже распределяет по насосным группам насосные группы есть прямые на радиатор насосные группы есть с трехходовым краном это для того чтобы делать теплые полы теплый пол на все этажи радиатор на все этажи и теплый пол на баню подключать буду баню позже дальше здесь будет стоять у меня система диспетчеризации система безопасности здесь все будет сделано на основе зонта как говорила долина все решает зонт дальше идет отвод к электрокотлу не хотел ставить электрокотел был против него потому что они очень быстро ржавеют и так далее но тем не менее все таки так как газ подойдет к нам ближайшие только недели две-три а уже считай конец сентября 14 октября уже всегда выпадает снег в нашей полосе поэтому я просто не успеваю мне надо как-то греть дом у меня влажные у меня полы еще мокрые ну все мы семьей живем и радуемся вариантов нет поеду покупать какой-нибудь котел самый недорогой просто чтобы он пока как-то спасал ситуацию котельная еще будет комплектоваться у нас бойлером косвенного нагрева дальше здесь у нас станет очистные колонны для воды потому что у нас очень много железа фтора сероводорода и мутности поэтому здесь станет колонна аэратор всякая такая штука ну а дальше тут пока ничего пока ничего но скоро будет все следите за каналом те кто не подписан подписывайтесь а я пойду дальше собирать всю систему если вам интересны фирмы модели и так далее я конечно же потом выложу но как показывает практика что-то никому это особо не нравится когда рекламы делаю ну а тут не реклама тут просто материалы и фирмы но если интересно я в следующем видосе так как котельную режим все равно следующем видосе не закончу я обязательно вам все это выложу смотрите какая классная штука это газовый новый счетчик такой теперь у него даже qr-код есть и смотрите он выдает кубатуры все квадратуры и можно по месяцам даже посмотреть сколько было потрачено но так у нас газа пока нет он обнулен батарейка там 12 лет но говорят лет шесть держит потом умирает все друзья продолжаем работу вместе очень наверно круто да вот так вы смотрите все одним днем у меня жизнь проходит как-то печально это звучит представляете сегодня ночью я простыл 17 градусов во первых у кровати а во вторых во вторых в общем насморк и глаза красные так что хочу сказать съездил я сейчас купил себе котел электро он 70 половиной киловатт но для моей задачи его в принципе должно хватить он сейчас будет у нас греть только теплые полы вот начинаю сейчас собирать его потихоньку безопасность взял еще раз повторюсь если вам необходимы цены то все укажу вам в описании либо в следующем видосе я буду рассказывать что необходимо еще начал раскладку керамогранита потому что мне сюда надо ставить бочку здесь нужен бойлер косвенного нагрева и в общем хватаюсь за все но понимаю что это неправильно нужно сделать сначала что-то одно вот поэтому сейчас повешу электрокотел обвяжу его полностью заполню систему водой включу это все отопление на подачу чтобы нам уже греть дом и потом будут заниматься кафелем потом буду заниматься обвязкой бойлера горячей воды вот так это работа даже не выдерживают ножницы устали не очень хорошие ножницы как показала практика на обратке я устанавливаю насос насос по идее должен дотянуть только воду до того до насосной группы больше никаких задач особых у него нет направление указано все очень хорошо что внимательные зрители заметили и сказали мне поставить кран я забыл его представляете поставить кран самое главное одно из главных вещей поставил тоже как менять котел или производительные какие-то работы без крана никак пришло время заполнять систему я не делал конкретных выводов я просто сейчас гидрострел очки внизу заливочку нашел и туда и будут заполняться сепаратор пузырьков должен выпускать воздух который мешает еще момент я закрыл сейчас газовый котел полностью открыл все на электрокотле и по манометру буду смотреть если будут какие-то изменения ну думаю что опрессовывать придется потом еще опрессовывателем попозже сейчас вроде уже нигде не сифонит но только вот керхер а также сначала как ливанула у меня вот отсюда началось американки потом вот это американка начала сифонить я аж напугался так пушкину все не сифонит пойдем посмотрим чего у нас теперь наверху поднимаем вода уходит что у нас творится здесь сепаратор тут дымит и тут воздухоотворчик и давление нагнетается но пока больше нигде не течет меня это радует вот тут капает американочка часы еще путин учет с американкой не так но это американка точно вот тоже здесь все нормально нет воды нет тут все в порядке так пошел я открывать в общем систему так прикольно так я сейчас открою теплые полы и только теплые полы пусть они у меня кружат теплые полы добрый день открыл делаю с запасом делаю такие заворотики вдруг куда-нибудь еще пригодится поэтому вот так подключение электрокотла вообще банальная вещь три фазы соответственно земля 0 abc все единственное что в своем щитке о котором я вам не рассказывал я сделал а а а это коричневый б это черный это белый не знаю пригодится ли мне это по цветам но в хотел я виду тоже также по номиналу самое главное представьте сегодня мы запустим отопление хотя ну не газовая но какое-то отопление уже появится в доме я рад и чем занимаешься по чаю нравится не очень тепленькая хорошо уже 1 и 2 смотрим сюда друзья и начинаются такие горькие слезы обычно у нас здесь 0 9 1 и 2 08 сейчас 12 12 12 начал класть уже керамику для того что бочку поставить завтра буду продолжать что хочу сказать в общем накачал я 2 7 атмосферы печка греет уже прям найти то приятно трогаешь и она конечно прям слабенько но я знаю что полы должны входить в режим где-то сутки поэтому я даже и не требую ничего от котла вот единственно напрягает что ест она прям хорошо печка моя но дай бог нам через неделю две полторы включат отопление газовое и мы забудем об этой проблеме и будем же счастлива долго и весело завтра ко мне приезжают радиаторы будем подключать коллекторы радиаторной сети коллек конвекторы которые я сам варил в общем очень много дел впереди и обо всем этом я вам буду рассказывать знаете раньше я отличался тем что был такой веселый позитивный и счастливый я не изменился я такой же только это где-то очень вот сейчас осело глубоко потому что навалилась куча бытовых вопросов которые я должен решить прям ближайшее время как только эти вопросы я ушамкаю с отоплением прям расправлю крылья и начну всякие диавишки вам делать а нет стоп не буду нет не буду сначала мы с вами еще стены сделаем хаубергом а потом уже начнутся зимние диавишки это просто прелесть когда у тебя подача уже больше 20 градусов уже 21 для примера вот эти все заглушенные группы они все выдают 17 18 где-то так а тут уже 21 супер на сегодня у меня все я иду отдыхать завтра расскажу вам что у нас нового произошло с полами с отоплением на сегодня все пока пока